Этих кошек привезли сюда неделю назад. Волонтёры зоозащитной организации «Право на жизнь» отловили их в подвалах жилых домов. В ближайшее время животных стерилизуют, обработают от блох и выпустят в привычную среду обитания. А некоторым, возможно, найдут новых хозяев. Те кошки, которые адекватные, которые ласкаются, которые знают человека, они, конечно, идут на пристрой. Мы этих садим отдельно, работаем с ними отдельно, больше ласкаем, больше берём на руки. Те, которые родились в подвале, и это уже их дом, они дикие, они не знают людей, их пристроить невозможно. И адаптировать уже невозможно. Подвал их родной дом, поэтому они возвращаются только туда. То есть мы делаем по максимуму, чтобы как можно меньше туда вернуть животных. Проблема с безнадзорными кошками в округе существует и большая. Как рассказывает волонтёр Елена Кузьминых, в подвале только одного дома может обитать более 15 животных. Отсюда запах мочи, насекомые и прочие неприятные бонусы. Лучшее решение всех – отловить и стерилизовать. Однако карты могут спутать сердобольные жильцы, подкармливающие подвальных жителей. В подвале кошечки продолжают кушать, они продолжают плодиться. Мы 16 особей отловили и простерилизовали. Кошечки уже увеличивать своё количество не будут. Котят, которые обречены на гибель, не будет. И когда один из жильцов, вот может из всего двора найтись один человек, который скажет, а давайте их отравим. Ну это же решение проблемы. Всё, кошек не будет. Но это же негуманное решение проблемы. Волонтёры из «Права на жизнь» планируют и дальше отлавливать животных. Правда, это влечёт за собой ещё одну проблему. Передержка, которой располагают зоозащитники, может вместить всего 20-30 кошек. К тому же помещению требуется ремонт. Этим летом в связи с пандемией у нас руки были обвешаны огромным количеством животных. То есть мы вынуждены много садить в одну клетку, много в один вольер собак. То есть вынуждены были для их же спасения, чтобы они не погибали на улицах. В связи с этим мы не смогли провести ремонт. У нас не было ни денег, ни рук, ни времени, ни возможностей. Потому-то те, кто хочет оказать реальную помощь беспризорным животным, могут связаться с местной зоозащитной организацией. Важна как материальная поддержка, так и просто рабочие руки. Возможно, общими усилиями, а главное гуманными методами количество брошенных домашних животных удастся свести к минимуму. Мария Константинова, Александр Бычков, Олег Левченко. Местное время.